Вы сейчас слушаете и смотрите уникальный проект, на самом деле, дорогие друзья, потому что только в «Комсомольской правде» возможно такое, чтобы и по радио было слышно хорошего гостя, и в телевизоре было его видно на нашем одноимённом телеканале. Вот такая примерно ситуация происходит с проектом «Килограмм счастья» в студии Стас Бабицкий, и без долгих слов и церемоний представлю нашего сегодняшнего собеседника. Это Михаил Марфин. Здравствуйте. Телеведущий, актёр, сценарист, КВНщик. Поэт и певец. Это биография, которой хватило бы, наверное, на целую октябрянскую звёздочку. Мне так бы не хватило технических роликов. Да, это очень важно. И все мы прекрасно понимаем, что если занимается человек таким огромным количеством разных дел, и причём успешно, то времени на всё хватать не будет точно. Как вам удается, самый важный вопрос, свои биологические часы, и часы, которые находятся на руке, как-то немножко синхронизировать и всё успевать? Во-первых, мне не удаётся. Это важно. Я занимаюсь, ну, конечно, я занимаюсь всем попеременно. Я, например, уже давно не помню, чем я там занимался в ту пору, когда защищал диссертацию. Ну, напрочь не помню. И как бы всё остальное я делаю по раздельности. И, во-первых, не всегда очень успешно. Вот это меня как-то оправдывает. Мне кажется, сейчас... Или неуспешно во вторых годах. Правильный момент, да. Но вопрос в чём? То есть у вас нет такого, что, допустим, днём я пишу песни, а ночью я пишу сценарий. Нет, ну такое бывает, хотя всё-таки ночью я чаще сплю. Вот честное пионерское. Золотой человек у нас сегодня в гостях. Можно общаться с ним по телефону. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Это его домашний. Михаил Марфин у нас в гостях. Вот. Смотрите, какая штука. Сериалы и телевизионные сценарии. Это очень важная штука, наверное, потому что многие привыкли к тому, что сериал у нас в России — это обручальное кольцо или Ефросинья. Это 600 серий минимум. Это обязательно какие-нибудь слёзы, мыло и очень много затянутых эпизодов, потому что надо же время нагонять. Я знаю, что вы пишете сценарий к сериалам. Но почему не получается у нас, допустим, «Доктора Хаоса» снимать, «Игры престолов», то есть чтобы в сериале было за целый год всего 20 серий, но вот такого качества. Почему нам нужно обязательно количеством давить? Потому что у нас стоимость одной серии сериала в производстве примерно в 10 раз дешевле, чем у тех ребят, которые снимают «Доктора Хаоса». Понимаете? Это просто телевидение, оно же отражение экономики. Те рекламные деньги, которые из экономики проливаются в телевидении, они, соответственно, являются каким-то процентом от этой экономики. Вот поскольку у нас такая хиловатая экономика, поэтому у нас такое хиловатое телевидение. Но скажите спасибо всё равно, что у нас есть эти сериалы, потому что буквально за 10 лет наши способные ребята насобачились писать эти сериалы, которые смотрят. Понимаете? Ведь их смотрят на телевидении, на самом деле, довольно честная конкуренция. Ну, потому что много каналов, и потому что рейтинги считают всё-таки рекламодатели, а не сами каналы. Это правда. Поэтому конкуренция честная. И если бы наши сериалы, наши зрители предпочитали бы смотреть не наши сериалы, а американские, то показывали бы американские сериалы. Понимаете? Здесь чувствуется какая-то тонкость, что-то в этой формуле не так. Но мне кажется другое. Всё так, всё абсолютно. Смотрите, по логике, этой же самой логике. Ну, people have it, народ смотрит, это мы всё понимаем. Но для того, чтобы выделиться, для того, чтобы именно мой канал смотрели с сериалом про любовь, наверное, я должен снимать умопомрачительный, мегазатратный и прям на хорошей фактуре сериал, чтобы он отличался от всех остальных. А здесь ведь только наличие мужа или жены у главной героини в начале там происходит. Таких как вы, Владимир Ильич Ленин в 1921 году называл кремлёвскими... А, нет, наоборот, Уэллс, Герберт Уэллс называл кремлёвскими мечтателями. Вы так же суперзатратные. А где взять деньги-то? Я думаю, любой рекламодатель с удовольствием пойдёт... Ой, ну что вы. Слушайте, ну, в иронию судьбы пошли с майонезом. Два. В иронию судьбы два. Майонез пришёл, они сняли, всё хорошо. Это должны были быть продюсеры, извините, такие как Эрнст, да? Вот, которые всё-таки сумели привлечь там что-то, и действительно, вот, ну, это был проект просто в идее своей, как бы, ну, достаточно интересный. Да, а Ефросинья — это совсем другое. И если люди смотрят Ефросинью, значит, они хотят смотреть Ефросинью. А если они хотят смотреть Ефросинью, то в условиях свободы и демократии они должны будут смотреть Ефросинью. Ну, и кто из нас кремлёвский мечтатель, хочу я спросить. Ну, вы, конечно, кремлёвский мечтатель, потому что я, другое дело, что я не могу писать Ефросинью, правда, при всём желании. Вот, ну, не умею, ну, правда, это надо быть специально таким, ну, специально обученным человеком, приспособленным природой. Или не приспособленным природой. Ну, тут мы уже становимся заложниками средств массовой информации, которые говорят о том, что, то есть, надежды на то, что будут сериалы уровня доктора Хауса и настолько же содержательные по сюжету, что в России в ближайшие, ну, лет 10 нет. 10 нет, а 15, может быть, и есть. Доживём. Ну, может быть, даже и 10. Это всё зависит, ещё раз говорю, не только. Ну, во-первых, ещё раз говорю, 10 лет всего наши ребята как оторвались, даже ещё не оторвались. Ещё там лет 8-7 назад, да, в основном делали ещё адаптации американских сериалов. И вот буквально всему этому, как бы, творчеству, направлению-то, ну, там 5-7 лет, понимаете, и за 5-7 лет всё-таки достигли степени известных. Ну, подождите ещё хотя бы 5-7 для того, чтобы сравнивать. Тут скорее не подождите, а потерпите, но не будем цепляться к глаголам. Да, но дело в том, что если экономика-то не поднимется, без денег это всё равно не получится. Возможно, меня сейчас опять назовут кремлёвским мечтателем, но я верю, что экономика поднимется. Вот, давайте верить, что экономика поднимется. Тогда поднимется следом за ней, не раньше, а следом Ефросинья. Хорошо. Я знаю, что многие сценарии, вообще люди, которые выходят из КВН, люди с КВНовским прошлым и настоящим, чтобы, ну, по-честному, они оккупировали телевидение и многие хорошие проекты, которые там идут, это спасибо вам и вашим друзьям. То есть нормальные юмористические шоу, нормальные ситкомы, которые происходят, это всё КВНовские сценарии. То есть КВН, по сути своей, немножко трансформируется, в том числе и в более длительные жанры, чем просто 10-минутные миниатюры на сцене. Это хорошо или плохо? И, ну, плохо здесь быть не может, если сериалы хорошие, но эта тенденция, она будет продолжаться, как вы думаете? Я думаю, что это не хорошо и не плохо, это естественно, потому что КВН, точнее, та инфраструктура обучающая, которая создана в КВН, в общем-то, для его нужд изначально, да, это единственная инфраструктура, которая каким-то образом людей обучает юмору, да, потому что там драматургии, да, каким-то вот там основам сценарного мастерства обучить получается, в общем, легче, чем обучить юмору. Но надо сказать, что эта вещь очевидная, да, а вот есть ещё неочевидная вещь. КВН ещё учит естественным образом, без фанатизма относиться к собственному творчеству. Знаете, вот не придумывать шестеренчатое кольцо, по выражению Михаила Михайловича Жванецкого, и сидеть под надписью «Шестеренчатое кольцо» всю жизнь, да, а писать, 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 вычёркивать, 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 потому что КВНчики знают, что если им оставили 5% от того, что они принесли, редакторы оставили, то это большое счастье, большой успех, вот. А вот какой-нибудь, так сказать, товарищ, который в ГИК закончил, да, там сценарный факультет, вот он что-то такое написал, и ему там слово вычеркнули, сразу понимаете, как же это, вот, я, значит, там, эманация всего моего таланта, и кто-то это посигнул, вычёркнули. И кто-то это не понял. Да, поэтому они более просто производственные, промышленные КВНчики получаются. До каждого Пушкина в КВН есть 10 Белинских, я так понимаю. И это хорошо. И даже парочка Дантесов. Это важно. Смотрите, а будет ли КВН трансформироваться в ближайшее время? Сейчас всё трансформируется, сейчас в кино спецэффекты, в театре умопомрачительные, значит, ультрапрочтения старой классики, которая, как бы, и в старом виде хороша, но они говорят, не, мы сейчас осовременим. Будет ли КВН осовремениваться, будет ли там появляться что-то такое, вот, новомодно-техническое? У вас это риторический вопрос, абсолютно, понимаете, потому что КВН, он всё время осовременивается, он всё время разный, да, вот. И если бы он не был разным, да, совершенно иным сегодня, чем там 20 лет назад, то он просто не выжил. Понимаете, каждое новое поколение приходит вместе со своими гаджетами, извините, не только со своими темами, но со своей лексикой, да, но и со своими гаджетами. И поэтому что-то такое происходит. Знаете, просто даже само по себе развитие телевидения уже подразумевает определенное развитие там какого-то исторического формата, которым является КВН. В своё время был конкурс художников, да, в 60-е годы, а вот сейчас его нет. Вот если задаться себе вопросом, почему его нет, вот, то ответ будет элементарный, потому что телевидение стало цветным и быстрым. Смотреть конкурс художников в том виде, в каком он был придуман в 60-е годы, сейчас невозможно, понимаете. Приветствие, когда мы играли 25 лет назад, могло продолжаться 15 минут, а сейчас, когда оно продолжается больше пяти, его смотреть уже сложно, потому что темп в жизни увеличился, поднялся. Ну и, понятное дело, появились какие-то видеоконкурсы, там, ещё что-то. Да, мы теперь живём твиттерами, эсэмэсками, у нас теперь всё как-то быстрее и короче. Да, да, вот это нехорошо и неплохо, то есть мне это не нравится, понимаете. Вот это фасеточность сознания, вымывание драматургии вообще из телевизионного зрелища, да. Вот, мне это не нравится, мне это жалко, да. Вот, но с этим же ничего не сделаешь, это же какое-то такое, что-то привнесённое жизнью. Никто, ну, трудно себе представить, что сидит какой-то дядя, значит, там, заговорщик, и вот внедряет это всё. Нет, давайте вы, ребята, забывайте Чехова. Нет, давайте вот смотрите трёхминутные клипы. Не надо смотреть оперу больше. Но теперь вы поняли, кто этот дядя, который сидит и всё это заставляет. Михаил Марфин, наш сегодняшний гость, актёр, телевизионный деятель и сценарист, как мы сейчас выяснили. Нет, ну, сценарист, да, но актёр это совсем уже, это такое вот, такое вот, я пару раз, и то случайно. Мне кажется, что для характерных ролей, вот никогда не было такого желания как-то удивить всех, сыграть какого-нибудь исторического персонажа, там, Александра Второго Освободителя, или наоборот, какого-нибудь негодяя из классики, такого вот, чтобы прям характер... Негодяя из классики, я, по-моему, в жизни играю, вот, а не было, вы знаете, вот давно уже не было, потому что вот актёрство не входит в такой, в набор моих жизненных вызовов, понимаете. Ну, вот как-то вот с телеведущей у меня получилось. Я знаю, что я не очень хороший актёр, ну зачем же. Вот, есть какие-то вещи, которых я, может быть, не знаю, мне кажется, что вот если бы я научился, то у меня бы получилось, да. Вот я, например, там круг и овал, если начну рисовать, да, вот на двух листочках, то вы не различите, где я рисовал круг, а где овал. То есть мои художественные способности, видимо, оставляют много желать лучшего. Но мне кажется, что если бы я научился, мне тогда так хочется что-то изобразить. Вот, но это такое вот счастье дилетанта. А поскольку в актёрстве я понимаю чуть больше, да, то я понимаю, что это не моё. Хорошо, но вы всё равно когда-то взялись за гитару и стали писать песни, петь их, и, в общем-то, преуспели в этом направлении. Вас на Грушинском фестивале считают бардом, например. И говорят, Михаил Маршин, так он же бард, он же поёт бардовские песни. А кто-то, может быть, по-другому относится. Но вот в этом направлении как вас туда занесло, и главное, вам там комфортно? А вы знаете, меня никуда не заносило. Я, честно говоря, вот в этой инфраструктуре бардов, да, не существую там уже лет 30. Потому что в студенческие годы я и в конкурсах участвовал, даже какие-то места там занимал, вот, и как-то колготился с КСП, на слёты ездил, да, тогда это КСП называлось, да, клуб самодеятельной песни. А потом это всё ушло на периферию моих интересов. И даже не то, что на периферию, а просто, ну, вот стало существовать для души, да, если хотите. А уж после того, как я стал, ну, каким-то творчеством заниматься профессионально, то бишь за деньги, да, писание песен для меня стало, ну, просто какой-то такой отдушиной, да. Вот должно же быть что-то, что ты делаешь там не за деньги, да, вот когда пришло, когда вот постучало в голову. Вот. Потом, правда, был такой момент пару лет назад, когда для одного молодёжного сериала я написал 60 песен. Вот. И с тех пор не стучало уже тоже, потому что тоже оказалось за деньги. 60 песен — это промышленный масштаб. Вот-вот-вот, в промышленном масштабе, да. Я написал почему-то таким молодёжным сленгом, вот. И, в общем, с тех пор я ни одной песни не написал уже для себя. Давайте так, мы сейчас... Ну, я надеюсь, что отойду, отойду. Небольшой сюрприз. Подайте к нам гитару в студию, давайте посмотрим, посмотрим, что, собственно, в душе у Михаила Марфина. Ох, у меня в душе, да. Раз для души песни пишутся, то, наверное, для души они исполняются. Ну да. Давайте попробуем. Для всех слушателей радио «Комсомольская правда» и красивых телезрительниц канала «Комсомольская правда» сейчас прозвучит эта песня. Вы меня очень стимулировали, да. Единственное, простите у меня, значит, замечательные телезрительницы, что я буду мазать мимо струн и забывать слова. Ура! Пускай не знаю я наверняка, смогу будить чужие... Смогу ли я... Вот, я же обещал, да, давайте сначала начну, да. Ливия. Пускай не знаю я наверняка, смогу ли я будить чужие души, Пускай сказать мне нечего пока, Зато умею увлеченно слушать. Пускай сказать мне нечего пока, Зато умею увлеченно слушать. Пусть не всегда причесан я и брит, Одет по большей части бестолково, Пускай здоровье часто барахлит, Но есть с кем выпить за мое здоровье, Пускай я старость в детстве перенес, Пусть не всегда боролся за идею, Пускай я плачу часто не всерьез, Зато смеяться искренно умею. Пускай дорог я много исходил, Пускай прожить все время торопился, Пускай я песни о любви забыл, Зато любить пока не разучился. Пускай я песни о любви забыл, Зато любить пока не разучился. Михаил Марфин, наш гость, телеведущий, актер, поэт, сценарист, философ И исполнитель собственных песен. Вот мне кажется, что сейчас очень многие девушки прослезились. Спасибо им за это. Что им еще оставалось, бедным, с утра-то? Потому что не могут они дозвониться к нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, Что-то с линии происходит, барахлит. Звоните, вы обязательно дозвонитесь, И сможете пообщаться с нами в прямом эфире. По поводу женщин у меня, конечно, много вопросов возникает. Как к более опытному человеку, старшему товарищу и так далее. Но самое главное задам. Вот идеальная женщина телеведущая сейчас. Это кто? Кто это может быть? И самое главное, есть ли она? Или это всегда должна быть женщина-мечта, к которой никогда мы не доберемся? Мне кажется, телевидение как раз наиболее ярким образом показывает невозможность существования всеобщего идеала. Понимаете? Ну, может быть, это еще в социалистические времена, авторитарные, можно было себе представить некие общие идеалы, которые воспитывались, насаждались. Когда альтернативы не было. Да. А вот диверсификация интересов, диверсификация каналов, существование выбора, оно показывает, что разные люди любят разные вещи, разные девочки любят разных мальчиков. И наоборот. И слава богу. И это прекрасно, потому что каждый в итоге может найти ту единственную план, которая только ему предназначена. И нечего ее искать в телевидении в такой ситуации. Ну, тут как бы вопрос же еще в чем. Многие женщины в телевизоре, они хотят быть сразу и красивыми, и умными. То есть они, значит, вот при всем том, что они могли бы сниматься в любом кинематографе в образе героини, за которую огромное количество красивых мужчин бегает по всему фильму. Вот. Красивые женщины. И при этом они, значит, ведут экономические новости, показывают, как они сильны в ядерной физике, когда беседуют с академиками и так далее. Вот это разрушение стереотипов о том, что либо женщина красивая, либо, значит, она умная, но тогда она будет, скорее, где-нибудь в Ленинской библиотеке, в читальном зале, и только там она, ареал ее обитания. Вот он разрушается современным телевидением. Зачем? В том смысле, что женщина должна быть или красивая, или умная? А я не совсем понимаю, понимаете, мне кажется, что у нас здесь смещение акцентов происходит. Дело в том, что женщина может быть красивая, может быть умная, может быть красивая и умная, но какое это все имеет отношение к идеалу, понимаете? Вот человек находит для себя идеал какой-то в жизни, и это совершенно не обязательно там красивая, умная, и откуда я знаю, почему вот это для меня становится идеалом. Не хочется вспоминать какой-то там дурацкий анекдот, грубый на этот счет. Грубый не стоит, мы смогут смотреть дети. По поводу того, почему мужчины и женщины любят есть старый анекдот. Вот кто-то говорит, что ладно, не буду. Тогда вот удивительное дело, почему... За что, точнее? Да, почему кулинарные программы? Мы понимаем, что за борщ. В основном правильный ответ будет, наверное, за борщ и соляточку. Вот кто-то за борщ-то. Почему все кулинарные проекты на телевидении ведут в основном мужчины? Если женщина и борщ это стереотипные синонимы. Почему мужчины ведут эти передачи? Кто это придумал? Зачем это сделали? Покажите красивую женщину, которая говорит о ядерной физике, но в это время готовит борщ. Потому что лучшие повара мужчины, как говорит Галыгин, а лучшие поварихи женщины. Логично. На самом деле есть кулинарные программы, которые ведут женщины. Замечательно. По-моему, на Первом канале такая программа существует. Просто исторически сложилось. Может быть, потому что женщины более сосредоточены на еде. А мужчины, вроде Вани Урганта, готовы одновременно с готовкой еще там и похохмить. Понимаете? А женщины, они так сосредоточены и уже готовят. Для них это самое главное в данный момент. Приготовить. У нас примерно минута до новостей. Коротко спрошу. Вот вы говорите, не хочется вспоминать грубый анекдот. Почему анекдоты с соленым словцом так приятны нашему народу, а всякие такие изысканные, рафинированные мы не понимаем? Во-первых, грубый анекдот это не обязательно с соленым словцом. Это просто с каким-то там недостаточно эстетическим содержанием, на мой взгляд. А что касается соленого словца, мы не то что не понимаем их, а просто с соленым словцом придумать легче анекдот, потому что соленые словца обладают таким замечательным свойством, как многозначность. Очень важная для юмора. Сейчас будет выпуск новостей, вы там не услышите ни одного слова, которое обладает многозначностью в данном контексте, но сразу после него мы вернемся в студию и с Михаилом Марфином продолжим разговор о судьбах этого мира. Меняем фунт лихо на килограмм счастья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 но отсутствие необходимости злиться на весь окружающий мир. И бороться за выживание. Бороться за выживание, да, совершенно верно. Эволюции как таковой невозможно было. И плюс стабильность давала возможность, в общем, интересоваться какой-то наукой. Но сейчас, да, немножко, но я надеюсь, что... Ну, как-то это более естественное состояние человеческого общества, чем то, в котором мы находимся сейчас. Поэтому это вернется, но может уже не на моем веку, но рано или поздно вернется. В конце концов, даже благодаря моде, которая тоже все время меняется на телевизоре, да, там каждые 10 лет. Вот там в начале 2000-х были модные злые передачи. Я, кстати, в качестве альтернативы придумал передачу, которая некоторое время шла в телекомпанию «Югра» в Канты-Мансийске. Вот она называлась «Перекресток удачи». Но смысл ее был в том, что там выигрывал тот, который помогал сопернику. Вот так вот, вот такую мы альтернативу придумали. Для альтернистов и бессеребря. Да, да, да. Нет, почему? Ты выигрывал, причем выигрывал даже денежный приз. Но для этого надо было помогать сопернику. Понимаете? Чем бескорыстнее, тем ты больше дивидендов получал. Я думаю, что это все вернется рано или поздно, будет востребовано. В конце концов, сейчас люди все-таки добрее, чем 15 лет назад. Но, с другой стороны, вот в интернете, если мы заговорим о таком феноменальном явлении последних лет, там как раз злых насмешников гораздо больше, чем юмористов, просто юмористов. Потому что происходит что-то, какое-то явление. Условно говоря, мы прекрасно помним Тимати и Киркоров, давай до свидания, Собчак и Валерия с их перепиской. Раньше, когда марки на конверты наклеивали, все смотрели за перепиской Энгельса с Каутским. Философские беседы о судьбах мира и государств. А сейчас так, значит, одна наехала на другую, другая ответила, там уже непечатные выражения непарламентские, и народ с огромным интересом ставки делает, добавляет огоньку туда, сюда, еще пару лопат. И вот пока это происходит в интернете, мне кажется, что все-таки в юмористическом варианте будут рулить такие вот нехорошие юмористы, те, которые по злому высмеивают все и хоть трава не расти. Кривое зеркало будет. Ну, вы понимаете, во-первых, кривое зеркало – это немножко не то. Немножко не та ипостась, на мой взгляд. Они не такие уж и злобные, ничего там они там особенно не высмеивают. А вот в интернете тот юмор, который просто высмеивает, причем даже не то, что высмеивает, а я бы сказал такое зубоскальство. То есть на самом деле там высмеивают физические недостатки подчас человека и еще что-то. Так вот я вам хочу сказать, что это существует, потому что это легче, это проще, чем такой, знаете, я не знаю, каким образом это назвать, здоровый юмор, потому что у него всегда есть и философская, и социальная подоплека какая-то. Но я, в общем, оптимист по натуре, такой кровавый, я бы сказал, оптимист. И я уверен, что это тоже все пройдет, что это все временное явление. И вот это вот такая интернетовская фасеточность сознания, вот немножко оттуда, немножко отсюда, это все временное. Знаете, когда с человека снимают гипс, он начинает не ходить, а прыгать. И вот этот гипс, который сняли 20 лет назад, он до сих пор еще, эффект прыгания он не прошел. Потому что, к сожалению, в глобальном этапе, извините, что я такие серьезные вещи говорю. Это логично вполне. Но он, к сожалению, поколения какие-то должны лечь в качестве удобрения развития общества. А с другой стороны, вот смотрите, те же люди из интернета, которые зубоскалят и насмешничают, и считают количество прыщей на фотографии оппонента в качестве самой главной шутки, они теперь так говорят, а зато у нас юмор свободный и безбашенный. То есть нас никто не контролирует. Например, мы шутим, пропусирает, зубоскалим, высмеиваем. А КВН никогда не прошутит, пропусирает, потому что центральное телевидение и там все равно запретят, вырежут. Вот с этой точки зрения. Может быть, они правы, может быть, если в интернете нет цензуры. Но мы понимаем, что цензуры официально нет нигде, но где-то, с точки зрения здравого смысла, где-то, чтобы не подставлять канал, все равно что-то режут. А в интернете не режут. Может, они в этом смысле правы, может быть, там действительно свобода. Понимаете, здесь подмена понятий происходит, на мой взгляд, цензуры и редактуры, потому что редактура подразумевает, в общем-то, отсечение низкого художественного уровня просто. И этот художественный уровень подразумевает не только политические новости, еще чего-то, но он тематику тоже в значительной степени определяет. То есть количество прыщей на носу оппонента — это не тема, понимаете? Маловысокохудожественная тема, скажем так. И поэтому КВН не шутит по этому поводу. Вот и все. И, знаете, радоваться по поводу того, что зато мы свободны, уже, мне кажется, поздно. Вот радоваться по поводу того, что мы свободны, можно было 25 лет назад. Что мы и делали в КВН. И тогда, кстати говоря, совершенно другого характера эти радости были. Вы знаете, что первая шутка, я уж не про прыщи, хочу сказать, да, а вообще первая шутка на тему там мальчика и девочки, что я вчера с такой девчонкой познакомился, да, прозвучала в конце третьего сезона, первый раз в КВН, в 89-м году. А то это баллоны с ацетиленом? Не прошла. И не прошла эта шутка. Потому что люди просто в зале не понимали, как можно шутить вообще на такие вот само собой разумеющиеся темы, когда тут, понимаете, съезд народных депутатов, когда тут страна рушится, когда все там, Глоба сказал, что мы будем лететь над пропастью три года. А я слыхал, что когда летишь больше двух часов, должны кормить. Вот шутки были, да, там в 92-м году. Да, сейчас их нужно очень долго объяснять тем обитателям интернета, а что, где смеяться. Но с другой стороны, вот сейчас дети активно уходят в интернет. Я знаю, что у вас есть дети. Как, давайте посоветуем всем родителям, если есть такой способ, как их из интернета хотя бы ненадолго выковыривать, чтобы они жили реальной жизнью и понимали, что вот здесь тоже можно учиться тому, что такое хорошо и что такое плохо. Здесь тоже можно находить друзей, здесь в реальной жизни лучше. Как это делать? Знаете, у меня между сыновьями разница в возрасте 23,5 года. Поэтому старшему уже это не грозит. Он еще не то суровое поколение интернетовское. Он, конечно, там как рыба в воде, но все-таки ему уже 30 лет. И его взросление пришлось на то время, когда люди еще какие-то книжки читали. Да, интернет долго грузился. Да, да. А с младшим ему только 6 лет. Поэтому он еще в интернет не влез. Но я каким-то образом надеюсь все-таки, понимаете, одновременно с приучением его к компьютеру, приучать его к книгам. Вот мне кажется, единственная задача, чтобы человек понимал, что есть и то, и это. Потому что я просто смотрю сейчас на ребятишек 7-8 лет, которые прекрасно себя чувствуют со всякими гаджетами. Но они вообще не знают, что такое книга. Вот в чем проблема-то. Это правда. А скажите, вот такой вопрос задам. А сыну своему младшему песни поете под гитару? Ну, конечно, пою. А какие? Ну, кроме своих, чтобы понятно было, чему учите ребенка? Вы знаете... В таких авторитетах. Я ему не столько пою, сколько ставлю всякие пластинки. Ну, диски, да? Разные. Там, Бетховена, Чайковска. Хорошие авторитеты. Добрые люди. Нет, разные. Почему? У меня жена, например, любит Игоря Николаева. Я к этому не с таким священным трепетом отношусь, как к Петру Ильичу Чайковскому. Но, тем не менее, ну что делать? Ну, пусть слушает и это тоже. Мы попросим Михаила Марфина тогда тоже взять гитару в руки. Раз она в кадре, как в индийском кино. Гитара в кадре, это значит, что будет песня. И, собственно, о чем? Фу-фу-фу-фу. Ну, давайте вот о жизни. Потому что какие-то вы серьезные темы все время затрагиваете. Поэтому давайте я тоже серьезные темы затрону. Давайте. Это будет даже интересно. Мы сегодня беседуем с юмористом. И шуток как-то на килограмм счастья. А юмор – это очень серьезное дело. Согласен. Вот. Понимаете? И для того, чтобы… Вот я всегда говорил, что для того, чтобы придумать шутку, для того, чтобы заставить людей смеяться, нужно самому сначала научиться хорошо плакать. Вот. Я не призываю сейчас. Но тема серьезная. Живем мы в страшной суете. Слова не те, цвета не те. Нас окружают вечно муча. Может, правда, было бы лучше в темноте и в пустоте. Прощания часто и легки. И телефонные звонки. Привет, ну как-то все нормально, безнадежно заменяют нам пожатие руки. И чтобы совести облегчить, говорим о новой встрече, И дождь, оставшуюся нежной, что уносит безнадежно этих дней безумных смерч. Пусть наш корабль еще не тонет, пусть уходит от погони за кормою, Замечая ветра легкое дыхание. И уже не знаем сами, где идем под парусами, под какими небесами и куда. Пора нам голову склонить, себя с собой соединить. И с той единственной любовью, что умеет нас с собою примирить и объяснить. Как сладок вечер без забот, как сын безудержно растет. И как весом и уютно в беспробудных наших буднях наступает Новый год. И как пронзительно послушай бьет капель по нашим душам. Как стриживы стомилетние исполняют пируэты. Как в дождливый день осенний я твои согрею руки. Так рождается наука нашей жизни. Михаил Маршин, 30 лет спустя получается, да? Вспоминаем те далекие времена, когда это было еще каждый день. Ну, этой песне не 30 лет. Вот той первой, да, почти 30, а этой поменьше все. Хорошо. Возникла мысль такая, уже заканчиваем наш сегодняшний эфир. Быстро время летит. Хорошо. Это да. Хорошо, когда быстро время летит. Не знаю. Зачем ему тормозить? Вот. Итак, сами на педаль все время жмем. Юмор в России, вот вы говорите, нужно сначала научиться плакать, а потом, чтобы научить людей смеяться. Юмор в России, это какой-то удивительный юмор, он умудряется за секунду вызвать у нас после улыбки слезы умиления, потом что-то еще. Мы такие особенные. Ну, вы знаете, во-первых, мы действительно особенные. Это правда. В общем-то, наш юмор, да, ну, где-то к нему приближается англосаксонский. А у многих народов нет даже анекдота в нашем понятии. Причем очень таких культурных, да, у французов, например, у них анекдотом считается то, что считалось у нас анекдотом там во времена Пушкина. Это просто история какая-то парадоксальная. А вот такого словца в конце, прямой речи, какой-нибудь гениальной фразы, которая потом становится идиоматическим выражением и приходит в лексику, этого нет. Ну, и плюс к этому, ну, наверное, знаете, Александр Васильевич Масляков любит говорить, как живем, так и шутим. Ну, жизнь у нас такая непростая, поэтому и юмор сложноватенький. Отличный тост на финал. На самом деле сегодня приятно пообщались с Михаилом Марфином, телеведущим, актером, поэтом, певцом, великим человеком.